доброе утро друзья всем привет сегодня третий день нашего путешествия по иордании опа сейчас врежусь в какой-то куст ни хрена не вижу потому что темно и я свечу фонарем себе в лицо мы идем сейчас на какую-то гору подниматься на каких-то веревках куда-то 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 где-то как-то ну просто потому что встретить рассвет действительно не слушайте меня но где-то да действительно куда-то видите вот этот жители подъезда то есть бомжи зашли погреться монтаж монтаж это он это он вырезал бомжи зашли погреться ладно все идем туда не знаю куда то есть но не вижу свечу себе в лесу фонарем ну в общем ладно увидимся наверху там попьем кофе то есть вот сюда мы поднимаемся да вот финальная . ребят сюда полтора часа шли мы за 10 минут а еще сейчас будем подниматься то какая прикольная штуковина ой шо уже кто-то упал подожди а что никто не упал еще так ребят камера конечно не передает но но начинаем подниматься уже по каким-то этим кирпичам а с виду было все так гладко и красиво беляха муха ни хрена себе а че это так они ух а и 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 ребята можно посвятить у кого фонарей сюда просто посмотреть на всех чтобы несколько фонарей было видно да да gopro она немножко не ничего страшного пока не дойдут будет хорошо идем дальше то есть вот идешь идешь все в темноте все нормально тут нихрена вся какая-то гора я еще ничего не понимаю то есть я могу развернуться и уйти сразу я в себе больше чем больше чем ух ни хрена тебе самого куда не сходить да прикольно а 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 Стави на рюкзаке Страховать Но мы не ищем легких путей Страховать Страховку все сделали Спасибо Спасибо Это те, кто не ищут легких путей, да? Пошли сюда Так, все не лезьте, мы тут не поместимся Не лезьте, не лезьте Не поднимайтесь, да? То есть здесь нет места для всех Вот здесь очень легко Ребят, я пока повесил Все нормально Здесь что надо? Здесь нет места Здесь нет места Да, это первое Да нет Да нет Поехали А я... А, нет, так сказать, я пришлюю до кого-то с Хальпелем обратно пройти Здесь нет Оттуда залезаешь Увидали? Смотри, я вас не так понимаю Удаю 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 Не буду встать Да dunno Не поднимайтесь, секунду, не поднимайтесь Не поднимайтесь И что? Нет Просто Удоль Потап, нет Шалунишка Ух ты, бля Ух ты, я даже где-то камеру поцарапал Охренеть Оля, ты делаешь тень Ну я вот пытаюсь О, секундочку Так, так, отойдем Это что, конечная цель? Ага, да, все, мы пришли Вы уволены Увольно как Я работаю, я руки подаю Погубать очередь, когда все стоят Молодец, спасибо Ну так тоже бывает Тут, кстати, лучше всего спрыгивать вот здесь вот Сейчас еще один шаг В расщелину Оп, и все, прыгай вниз Самый низкий А, еще ниже, еще ниже Можно с этой штуки А, все, поехали Опа Да, может, еще ниже Вот так, держи Руку, может, тебе А, да Яс, брау Яс, брау Яс Да, желаю Это самый, такой легкий путь Держи Легкий путь Легкий путь Ты возьмешься за руку, а ногами можешь отталкиваться О, яс Смотри Да, на этой Тренер Ой, а там на месте еще А, это инцид Да, да, я подумал, что я так вышел Он у нас уже вообще Вереняла наверх Вы еще не вверху глядите А, руку А, ну все Ты уже не успел, чтобы она здесь прыгнула Ничего Ничего Спасибо кто в ребята снимая с телефона вот такая арка здесь вот я не знаю видно вам нет видите внизу провал и метра три шириной камень соединяет две горы вот часть людей осталось на вот этому ступе пьют кофе часть людей осталось еще ниже а самые самые прожженные не прожженные прожженные туристы пошли наверх а все здесь ну прикольно а кто кофе несет я то есть у меня есть газия у меня есть кофе у меня есть пол литра воды можно я передам привет обязательно я хочу передать привет всем израильтянам всем кто сюда не добрался да а теперь не израильтянам слушай а это тяжело я не всех знаю в этом месте добраться сюда забраться это похоже на подъем на гору синай так ребят все свои грехи во первых да давайте так во первых летающему верблюду крылатому верблюду гиб гиб ура мы добрались 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 молодцы не ну то есть этот верблюд в этот раз был и верблюдом внедорожным на джипах и верблюдом подводным крылатым сама сама уже язык заплетается само собой ну в общем в общем где-то так все ребят поднялись мы туда куда хотели ждем рассвета кофе заварить здесь очень холодно ну как холодно не знаю у меня пар почему-то не идет но на газового баллона хватает чтобы он подмерзал и очень плохо отдавал пары газа горит он не очень греться будет долго сейчас сварим кофе встретим рассвет и пойдем вниз в лагерь в лагере завтрак ну и оттуда уже поедем на еще один маршрут сегодняшний и потом посмотрим что у дальше ну вот ребят немножко посветлело сейчас 6 часов утра то есть по израильскому времени по иорданскому уже 7 ну вот примерно такой пейзаж вот там видите вот там будет восход солнца там будет солнце вставать это еще даже не вершина но вон там вершина и на ту вершину мы конечно не пойдем ну вот мы остановились здесь видите основная группа вот сидит за тем камнем там бедуинский гид проводник развел небольшой костерок они все от греются а я вот а я здесь сижу кофе завариваю ну как я и говорил температура здесь но не особо низкая но кофе точнее вода закипает очень долго не пойму либо от температуры газ не сильно испаряется либо от давления потому что мы в горах еле-еле с полным баллоном еле-еле кофе будет сейчас вода закипит то есть был еще сейчас будет от мороженых костерок в ожидании кофе то есть ребят ну вот отсюда мы пришли то есть когда мы поднимались было еще темно и не особо было понятно но вот вот какая жалость что сюда нельзя провести дрон в иорданию видите вот 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 там была у нас промежуточная . и вообще вот оттуда ведь вот оттуда вот оттуда мы пришли а вообще вот оттуда оттуда и так как отсюда это все кажется ну просто так раз раз и на матрас на самом деле совсем не на матрас шли мы сюда от лагеря ну час с чем-то ну ну скажем так со всеми со всеми полтора но ничего нормально думали чтобы им идти дольше и вообще снимаю сейчас на телефон потому что вот это qpro блин сдохла я не знаю что с ней творится вот как только пересекли границу иордании она просто максимум опускается до 40 процентов батареи и выключается камера три батареи абсолютно не важно какая из них только приближаемся к 40 процентам все садится снимаю на телефон телефон еще заряд держит сейчас солнце встало так все собрались и побежали отсюда все рассвет случился мы расцвели солнце подняли солнце встали солнце короче случился можно идти домой иордания водирам вершина горы кофе такой импровизированный стакан за неимением гербовый пишем на простой а там восход восход солнца вручную ну то есть ребят вот сюда мы пришли полтора часа назад по темноте видите сейчас конечно виды совсем другие вот видите где спускаются вот там ребята внизу вот там мы поднимались причем по темноте с фонариками по веревочкам вот такое вот ущелье не виды конечно просто захватывающие обалдеть вот видите вот здесь о это вместо йоги с утра да ребят короче телефон я думаю не передает всего этого великолепия но вот представьте что сюда мы поднимались в темноте так вот отсюда и вот сюда вот сюда мы лезли с фонариками по темноте причем это было не самая такая сложная часть маршрута да то есть но вот так это выглядит вот так это все выглядит не красиво да вообще бомба вот эти лучи сейчас через арку вообще обалденно просто классно я не думал что телефон такое покажет мы уходим люди и лучи я остаюсь я буду здесь жить смотрите ребята какая тут пропасть о и какая арка у нас в израиле есть мэра такэшет то есть ну что-то наподобие но намного меньше меньших масштабов кстати можете вот тут в углу посмотреть видео где там был в подсказках оно не одно у меня есть несколько видео из мэра такэшет ну вот посмотрите я их вставлю периодически вот так и вот так вот мы поднимались сюда и поднимались фонарями ночью по темноте спускаться не особо подниматься так вообще ужас да еще ночью с фонарем вот так ребята топ-оп вот это вот было не очень а теперь представьте вот здесь мы поднимались в темноте поднимались темноте с фонариками вообще классно а внизу ущелье не глубокая но если упасть хватит ну то есть вы понимаете да чё тут и как тут то есть ну я не знаю насколько камера передает телефон но ночью с фонариками по темноте это было просто бомбизна видите да сейчас как это а ночью ночью с фонарями вообще была бомба в темноте то есть куда-то сюда мы идем я вообще не помню дорогу потому что шли мы сюда по темноте шли мы сюда по темноте я честно вообще не понимаю откуда и куда надо идти но люди идут куда-то вот туда вот куда туда вроде как через то маленькое ущелье мы проходили ночью а ну то есть я вообще не туда поперся да получается вообще не туда поперся но в принципе я тоже здесь могу спуститься охренеть вот так о да вид конечно слушайте отсюда вид бомба хотите сфотографироваться класс секунду секунду вид просто бомба такой отсюда смотришь трамплин вот там что-то орут кто-то упал наверно ну да типа вот вот здесь мы тоже шли ночью вот как здесь идти я сейчас не пойму как здесь пролазить а то ночью да охренеть сейчас я телефон выключу потому что это процесс пошел получилось намного более легче чем я ожидал да прям страшно страшно вы понимаете мы это все делали вслепую там что-то застряло или портфель или попа опа да и как вот это здесь лазить с телефоном то это все из-за этой гадской блин камеры гоупро что сделала ты ее посадил да я не знаю посадил я ее или убил или ордания ее убила но я уже 304 раз об этом говорил а ребята мы не туда пошли то есть вы понимаете мы сейчас лезли 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 и не туда залезли блин идем поднимать кричите всем чтоб вернулись то есть то есть надо теперь тут стоять и всех ждать да охренеть вот так назад серьезно назад там иран нам не туда то есть классно мы же недалеко зашли мы спустились только вниз вот посмотрите на вот этих то есть у нас тут экшен образовался компашка ушла куда-то решили в ирак сходить а мы тут сидели решали дорогие ли они нам или нет то есть какой-то экшен все равно присутствует девять человек потерялись ну как бы потерялись ушли в другую сторону и за ними посылали погоню слава богу нашли всех быстро вон ребят оттуда мы пришли где-то вот оттуда вот вот где-то оттуда и все это было по темноте с фонариками михаль хватит нам на сегодня потерявшихся пожалуйста мы не в израиле да украдут и продажут давай оп ну то есть ночью это выглядело ну совсем по-другому абсолютно короче ребят пришли мы с горы у меня на полпути села батарейка в камере сдох телефон ну вот там подснимал на чужой телефон немножко наверное вот так сейчас мы опять грузимся по джипам и опять куда-то было хорошо самая лучшая ночевка по-моему для меня самая теплая была да кстати гора на которую гора на которую мы ходили вон она там вот сзади меня я не знаю видно хорошо ее не видно ну вот в общем туда вот мы ходили встречать вас с юным